Здравствуйте, дамы и господа! Рад вас приветствовать на сегодняшней встрече компании SkyWorld Community. Сегодня я расскажу вам о новом транспорте, о новом проекте, о новой инновационной технологии, которая сейчас полноценно вступает в мир, которая развивается способом народного финансирования и в течение шести лет сделала невероятные прорывы для всего человечества. И в данный момент мы находимся на предпоследнем этапе. Заканчиваем 14 этап из 15, дамы и господа. Да, последние действия, последние сертификации, последние усилия и полностью оснащенная компания будет строить новый вид транспорта по всей планете, принося пользу всему живому, так же как экономике и политике. С такими прекрасными руководителями, как Надежда Косарева и наш гениальный ученый Анатолий Эдуардович Юницкий, мы вместе, общими усилиями, с народом, которых уже 500 тысяч человек приблизительно. Все эти люди своей энергией и своим временем сделали так, что одна из самых актуальных технологий 21 века сейчас уже практически реализовалась. Не с помощью государств, не с помощью крупных корпораций или банков, а с помощью людей, народа, который изучил все и решил, что это нужно его миру. Это нужно нашей планете. Немножко познакомимся. Меня зовут Артем Курбан. И в течение всей жизни я старался делать этот мир лучше. Делать так, чтобы люди были больше счастливы, меньше плакали и больше достигали. Делали как можно больше добра. И узнавал, как делать это в больших масштабах. Опыт рос, и в один момент я понял, что необходимо влиять не только на город или на страну, а на целый мир, потому что это в возможностях каждого человека, тем более в 21 век и в век интернета. И узнав о народных финансированиях, потому что таких проектов сотни, если не тысячи, я узнал, изучил, как это работает, изучил множество проектов и нашел из них самые актуальные, действительно меняющие ситуацию на нашей планете. И действительно реальные к исполнению. Хотя считаю себя инноватором и могу быть слегка мечтателем, тем не менее, кто ищет в этом направлении, тот и находит ответы. И с 2016 года я начал изучать этого ученого, этот проект. Поддержал его, потому что понял, получится он или не получится. Я себе никогда не прощу возможность в своей жизни сделать мир настолько лучше и просто как-то пройти мимо нее. Нет. Но изучив дальше, я понял, что сделал абсолютно правильное действие и после этого стал партнером данной компании. И также понял, что хочу еще больше. И начал изучать, как передавать другим людям эту информацию в больших масштабах. И сейчас делаю презентации для вас, для записи, для истории, для того, чтобы люди лучше понимали, что происходит на планете и что мы вместе делаем, частью чего можно стать. И какие блага можно принести себе, миру и своей прекрасной семье и всем ее потомкам. Дамы и господа, самый важный ресурс человека – это время. Поэтому посмотрите, пожалуйста, на эти основные побуждающие факты. Если хотя бы один вам откликнулся, то вы точно проведете время не зря и недавно и сможете с удовольствием использовать те знания, которые получите здесь. Поэтому, если вас интересует дополнительный доход, финансовая независимость, собственный бизнес, свободное время или личностный рост, может, вы хотите помогать другим или завести новые знакомства, или желание есть уйти с нелюбимой, или с работы, о которой устали. Либо вас заботит оставление наследства, передать максимум, который у вас может быть своим детям, своим внукам. Либо еще глобальнее – будущее всей планеты. Ведь человек всего лишь один из 12 миллионов живых видов. Но самый влиятельный. И значит, на нас самая большая ответственность. Да, мои господа, нас 8 миллиардов. И главная моя задача в этой встрече – показать вам, что это действительно важно и зависит от каждого. У нас сейчас 8 миллиардов человек, и мы как единое целое влияем на эту планету. И, конечно же, мы развиваемся главным образом, ну, одним из главных образов, с помощью транспорта. Это огромный двигатель прогресса. Какая игра слов. И действительно, нам очень сильно помогли и транспорт морской. Но сейчас уже сколько столетий прошло с его изобретения. И те скорости, они абсолютно не подходят для человечества 21 века. Аэропорты. Да, быстро, но как много проблем, как много испарений, как много времени тратится на то, чтобы добраться до аэропорта, сдать свой багаж, дойти до ворот, до гейтов и так далее. А потом еще то же самое в обратную сторону. Есть более разумные варианты. Это тоже уже не вариант для 8, 9, 10 миллиардов человек. Потому что сколько топлива сжигать, сколько пространства на воздухе у нас есть, чтобы безопасно там передвигаться и не разрушать экологию. Это перед вами только аэропорты. Умножьте на 10 или на 20, такое количество будет самолетов. Все наше небо. Есть другие варианты. Железная дорога. Но в течение 200 лет она изменилась качественным образом, но уже не подходит для 8 миллиардов человек. Потому что средняя скорость перемещения около 15 километров в час, с учетом погрузки и разгрузки. Это недостаточно для 21 века. Ну и, конечно же, артерии. Автодорожные артерии, которые разрезали всю нашу землю. К сожалению, убив почву под ней, изменив флору, фауну, изменив человека, добавив на первый уровень что-то опасное, вредоносное. Но, к сожалению, самое актуальное и эффективное было пока, опять же, у нас не стало 8 миллиардов и не наступил 21 век. Потому что сейчас машины более опасны и так много вреда наносят в совокупности, что этот способ тоже необходимо скоро оставлять. И не то, что переходить на двигатель внутреннего сгорания, а освобождать первый уровень планеты для живого, флоры, фауны и человека. Ведь нас уже почти 8 миллиардов человек. И мы заселяем огромную часть планеты и будем перемещаться. И чем лучше мы разобьем этот процесс, неважно, кто это разобьет, влиять это будет на всех. Но сейчас важно то, что каждый с помощью интернета и народных финансирований может влиять на это. Каждый своим временем и энергии. Ведь посмотрите, на что обратились, на что похожи наши города. Это микросхемы, не место для жизни. Очень тяжело здесь жизнь. Тем не менее, они развиваются в той же плоскости первого уровня. Очень небезопасная транспортная отрасль, что железнодорожная, что автодорожная. Потому что она забирает наше место. Она там, где наши дети, там, где наши животные, там, где флора и фауна. И в этих городах мы живем. Этим воздухом мы дышим. 40 полос идут на сужение на фотографии слева. Справа Индия, Индонезия. Это ли эффективно? Это ли безопасно? Это ли экологично? Здоровее ли становится человек, пропутешествуя в полчаса или несколько часов на каждой из этих фотографий? Скорее всего, вы тоже ответите нет. И это главная задача. Показать вам, что это касается каждого. Каждый влияет на это. Но и хорошая новость. Каждый это действительно может изменить. Потому что мы начинаем видеть это везде. Не только в мегаполисах и мультимиллионниках. А даже в наших родных городах. Там, где 200, 100 тысяч человек. 50 тысяч человек. И в этих местах мы растим своих детей. Пытаемся где-то поблизости вырастить пищу, которую употребляем. И урбанизируемся, съезжаемся, чтобы быстрее сделать свои дела, чтобы быстрее быть ближе к разным точкам, быстрее добраться до них. Тем самым очень сильно повышаем спрос на каждый квадратный метр, на каждый клочок земли. Значит, и на каждый продукт, и на каждую услугу, на каждую нашу покупку. Все стоит дорого. Просто из-за того, что скорость и логистика транспорта определенного уровня. Но есть же возможности более разумные. И они сейчас представлены. Просто их скрывают от глаз думающих и развивающихся людей, которые действительно влияют и берут ответственность и за свою жизнь, и за жизнь мира. Хотите ли вы жить вот так? И выходя с утра на балкончик, с чашечек чая, видеть своего соседа и развешанные вещи, которые сушатся? Или все-таки у нас есть возможность как-то изменить это? Потому что города перестраивали, стоили строиться для людей, начали строиться для машин. И нам действительно становится все хуже и хуже. Тем более для тех людей, например, у которых нет машин. По разным причинам. Кто-то по этическим и экологическим причинам не заводит машину. И больше катается на общественном транспорте, электротранспорте, либо велосипедах. Ведь города, они расширяются. И, к сожалению, вот здесь люди, первые налево фотографии, люди с первых четырех этажей никогда больше не увидят прямого солнечного света. Потому что городу нужно это расширение, и они не ищут альтернативы. Они пытаются существующей системой сделать расширение. Но, к сожалению, это принесет очень много вреда. Как и на те же дороги попытаться сунуть, когда у нас больше машин, когда у нас сейчас 8 миллиардов, а будет 9. И, например, также на 8-9% увеличится количество машин. Это будет катастрофа. 3-4 часа можно стоять. А в год, например, в Калифорнии, люди могут отстоять по 380 часов в год в пробках. Минус жизни, минус здоровья. То есть, надеюсь, уже приходит понимание, что, да, хоть он и самый актуальный транспорт, но если бы его можно было заменить, да, действительно, позиции хорошие, потому что не самый экологичный транспорт, не самый удобный, очень дорогостоящий в эксплуатации, дорогостоящий в строительстве. Ну, это в итоге не вариант, действительно. Такое перемещение вредоносное, то есть, нужно очистить его. Есть же так много технологий. И изменить логистику. Мы сейчас видим все со спутника, можем рассчитывать с помощью лазера, с помощью разных других веществ. То есть, если использовать строение и развитие маршрутов транспорта в городах для человека, то было бы гораздо эффективнее, гораздо проще. Мы это видим на примере строительства новых городов, либо на модернизации уже существующих городов под новые системы. Действительно, эффективность большая, при том, что этим просто нужно заниматься, при том, что это не самые дорогостоящие работы. Гораздо дороже по старой системе пытаться все держать в узде. Насчет логистики. Посмотрите, 200 человек в 177 машинах. Как много места они занимают на этой площади. То есть, они сначала передвигаются по городу и занимают это место, плюс огромная опасность, плюс расстояние между машинами, интервал безопасный. А далее эти люди оставляют свои машины и уходят на час, на несколько, на 8, на 12 или на несколько дней. Уходят и оставляют эту огромную махину в городе, и она стоит. На ней ничего не происходит. Там не растет трава, там нету фонтана, там нельзя полежать, там нету фруктов или овощей, которые в экологическом городе могут спокойно расти, и мы действительно можем их употреблять, потому что нету загрязнителей рядом. Это огромная эксплуатация и потеря и места в городе, и энергии, и ресурсы. Ведь посмотрите, на правой фотографии тех же 200 человек без машин, они занимают очень мало места. И если их поместить, например, как в Европе, три электроавтобуса, которые быстро достаточно работают, передвигаются, быстро ускоряются, легко заряжаются, это уже гораздо лучший вариант. Посмотрите, как мало места они занимают. И действительно, просто пустить разные маршруты, и не нужны автотранспорты в таком количестве. Конечно, для каждого ситуация разная, но можно выходить на общую, потому что большинство людей все равно работает с понедельника по пятницу с 8 до 5. Также пройдем дальше. Скоростной поезд, легкий скоростной поезд, экологический, который может передвигаться. И их несколько. Каждый двигается по своей траектории. Они могут делать огромное количество, так скажем, огромный пассажиропоток. Безопасно. И посмотрите, все вот это место, которое освободившееся после машин, вы видите, вокруг этого, так скажем, импровизированного поезда. Все это место свободно, наше, находится в городе, в месте для жизни людей. Звучит естественно, правда? Напаскайте, пожалуйста, в чате плюсик, если вам кажется это естественно. Или минусик, если вам нравится существующая реальность, которая прямо сейчас, без изменения ее. А я пока расскажу про вторую часть логистики. Ведь если у нас есть транспорт и общие магистрали, у нас есть машины, полуандроиды, можно сказать, закрывающие технологии, с искусственным интеллектом, то есть заложены алгоритмы, как поступать, все транспортные средства связаны между собой, более 250 датчиков, машинное зрение. То есть вы просто подходите на станцию со своего телефона или на станции заказываете, куда вам необходимо. Это, к примеру, через 10 станций. И так же и делают и другие люди. У кого-то маршруты сходятся, и в течение 20-30 секунд в общей, так скажем, прогрессии, подходит транспортное средство, которое забирает вас и единомышленников по путешествию. Вы садитесь внутрь, не заворачиваетесь и не затрачиваете свою энергию, внимание на управление транспортным средством, а просто быстро разгоняетесь, выезжаете на магистраль, быстро добираетесь до места, которое вам нужно, пропуская все предыдущие 9 остановок, потому что вам туда не надо и этим людям туда не надо. и вы спокойно один раз разгоняясь и один раз тормозя, доезжаете до нужного вам места со скоростью внутри города до 150 км в час, междугородней до 500 км в час. Вы полностью свободны, в полной безопасности, в полной экологичности добираетесь очень быстро до своего места. Интересный же вариант. И такая логистика тоже очень разумна. Мы видим, что здесь нет ни экологии, ни разумности, ни скорости, ни безопасности, ни продуктивности. И это действительно можно менять. А если была возможность менять, меняли бы? Так вот, друзья, есть эта возможность с компанией Sky World Community. И сразу хочу вам сказать, интересов у каждых людей много. Если вы захотите сделать мир лучше, другим способом сделайте. Если у вас есть желание найти другие и народные финансирования, поищите. Их действительно сотни. Я просто изучив много, выбрал самое важное и самое актуальное на данный момент. Если мы не запустим начало этой серии технологий, это лишь первая технология, которая уже скоро будет полностью себя окупать, вот по окончанию пятнадцатого этапа, давать дивиденды, приносить огромную капитализацию и пользу мира. А мы сможем продолжить двигать следующий проект. Так вот, возможность есть. Это необходимо сделать. И если не начать сделать этот проект и не продолжить следующий проект эко-мира по восстановлению экологии на нашей планете, по эко-домам, которые сами себя обеспечивают, эко-поселения и линейные города, которые все рационально и разумно стоят гораздо дешевле, потому что делается с помощью народного финансирования. Это не делается как коммерческий проект в первую очередь. Мы спасаем нашу планету, потому что реально видим факты и аргументы того, что с ней происходит. Думаете, как проект, который просто фантазийный, без действительных решений, как он мог бы набрать единомышленников, партнеров, инвесторов, кредиторов, так скажем, те, кто кредитуют компанию, дают свою энергию, чтобы на нее создалась эта технология. Как мы собрали 500 тысяч человек и дошли до 14-го этапа развития. Стоит задуматься. Мы хотим, чтобы того, что вы видите на экране сейчас, не существовало. Этой небезопасности, чтобы люди не рисковали своим здоровьем, а каждый мог перемещаться куда ему необходимо. Причем, чтобы вся планета была связана единым, разумным самым транспортом. Гораздо более эффективным, чем все ныне существующие традиционные транспортные отрасли. Дамы и господа, эта информация перед вами. Вы с ней уже соприкасались. И моя главная задача просто подсказать. Ведь посмотрите, автомобили, самый как бы разумный, точнее, самый удобный транспорт забирает полтора миллиона жизней в год. Это больше, чем во всех других катастрофах. И около 10 миллионов делает инвалидами каждый год. Транспорты первого уровня себя изжили. Нас слишком много. Эту площадь необходимо использовать по-другому. И эти решения есть. Так же, как и порты и водный транспорт. Это все необходимо переводить. Потому что у нас есть такие технологии. И они действительно, все эти транспортные отрасли давно, так скажем, их необходимо на новый качественный уровень перевести. И один из ученых сделал это. Кстати, как и представил уже для Суэцкого канала, после огромной пробки на полпланеты стоимости миллиардов долларов, уже представил, как можно сократить этот путь с 14 часов или с 12 до 2 часов с огромным грузовым потоком. То есть можно доставлять из порта на юге на порт на север, обходя канал. Потрясающее огромное количество груза. При том, что на погрузку и разгрузку контейнера будет уходить не более 65 секунд. Это официальная информация и представление компании Unisky Stream Technology. Вот так это выглядит. Хотя мы в 21 веке. Мы летаем уже на джетах, вдоль самолета можем вот так делать возле Боинга. А тут корабль встал, причем посмотрите, какие масштабы. И да, действительно миллиардов долларов. Огромные миллиарды долларов. То есть эти проблемы, мы каждый за них платим. За эти простои, за эти огромные контейнеры, которые долго разгружаются, стоят потом в два слоя на железной дороге куда-то выводятся, на склады, потом разгружаются по автомашинам. Мы за все это платим. Хотя можем платить гораздо меньше, если будет доставляться быстрее, если логистика будет разумная, либо если у нас будут транспорты, которые полуандроиды и не допускают человеческого фактора, человеческих ошибок, быстрее двигаются, сразу распределяются в разные места и спорта. Это все реально и возможно. Это представлено в течение уже нескольких десятков лет, представьте. Но все это прикрывается максимально, как и все экологические технологии, все закрывающие технологии, которые освобождают человека. Это когда технология, ты ее сделал, и она работает на тебя, а человеку больше не надо заниматься этой какой-то грязной или тяжелой работой, либо ненужной работой. Это одна из таких технологий, которую в течение долгих, многих лет гениальный ученый сквозь все преграды доносит до человечества ради всеобщего блага, не только человечества, всей планеты. И перегрузка транспортных путей это одна из первых и важных проблем. Отсутствие безопасности для флоры, фауны и человека одна из актуальнейших сейчас в 21 веке, потому что здоровье человечества действительно под угрозой. Человек строит дороги всюду, но планета живая, заносит бархамами, заносит льдом и снегом, ломает потопами, но человек двигается и не видит во многом. Многие люди не видят, что они творят. Чем больше влияние, должно быть больше, по моему мнению, должно быть больше любящего отношения к окружающему миру, сделать так, чтобы он расцветал, а не то, что вы сейчас видите, ведь это повсюду. И вот такой воздух сейчас тоже повсюду, но у нас есть возможность это изменить. Да, мы можем просто перейти на двигатели внутреннего сгорания, точнее, запретить двигатели внутреннего сгорания и отказаться от них, как какие-то страны делают в 20-м, 25-м, в 30-х годах, но получится ли? Что это изменит в изменении экологии? Ведь мы будем брать эту же энергию и старыми способами. Сейчас есть возможность переходить на новые, просто это чей-то бизнес, и они серьезно, эти бизнесмены, не хотят терять свои огромные доходы. Если вы осознаете это, вы поймете, почему вы мало слышите о подобных технологиях, почему они медленнее развиваются, чем корпорации, у которых триллионы, и они сразу несколько миллиардов могут на любую разработку дать, но не дают. Работают с тем, что уже работает, вываривают, как запланированное устаревание, делают продукт, чтобы он через 3 года, так скажем, себя изжил, потому что за 3 года он себя купит в 300 раз, и это достаточно, можно запускать следующую модель, а за 3 года можно сделать 10 или 20 моделей, и вот так вот мы одно покупаем, выкидываем, покупаем, выкидываем, покупаем, выкидываем. Эра потребления, но это можно изменить. Ведь мы сейчас все соприкоснулись с этим, с тем, что происходит с миром, насколько расшатана погода, что случилось в пандемии, что случилось с нашей экологией, с нашими технологиями. Над некоторыми городами невозможно летать, потому что не видно ничего, все в смоке. Мы в замкнутом пространстве, наш прекрасный дом, голубая планета, Земля в Солнечной системе, это наш общий дом, и мы лишь одно семейство из 12 миллионов семейств на этой планете. 8 миллиардов человек, самых влиятельных, самых сильных, самых разумных, наверное. И мы находимся в комнате, которую создали, которую обустроили. И в одной стороне у нас ядерные реакторы, дающие нам энергию, но отравляющие воздух и землю. В другой стороне производство, которое топит вот этой вот черной сажей, весь воздух, который мы в том вдыхаем. Раньше кто-то смеялся, что воздух скоро начнут продавать, а сейчас в некоторых городах стоят автоматы, в которых ты можешь за денежку или с помощью карточки купить себе чистого воздуха, подышать. Это реальность 21 века. В третьей стороне это его замкнутого пространства, биосферы, там, где мы развили нашу техно-генную сферу, техносферу. Там же находятся малоавтомобили, которые забирают полтора миллиона жизней в год и многих делает инвалид, которые поработили первый уровень нашей планеты, забрав в безопасность и огромное количество пространства у флоры, фауны и человека. Да, он нам нужен, но нам нужны свойства перемещения, а не точно автомобиль, двигающийся по дороге. А мы в центре этой комнаты и пытаемся выжить совместно. Только если мы разъединены, мы ничего не можем поменять. А если мы вместе, мы можем поменять очень многое. И сейчас у нас 500 тысяч человек, которые увидели эти проблемы, решили больше изучить, почувствовали, что это касается нас, и почувствовали, и поверили себе, что мы можем повлиять на это. Хоть как-то, но изменить. Да, если у нас соберется 3 человека, мы не сможем 3 проблемы решить. Но если у нас соберется 300 тысяч человек, то это уже большое влияние. А если у нас полмиллиона человек, более чем из 200 стран и регионов мира, то я уверен, особенно глядя на то, чего мы достигаем каждый день с помощью нашей технологии, нашего проекта и компании Skyward Community, это точно становится понятно. И мы видим тенденции, развивающиеся в мире. На чистой энергии работая, можно в 15 раз уменьшить затраты, затраты топлива, электричество, эквивалентно топливу, пространство, если больше разумно, более разумно ставить транспортные пути. Ведь можно изменить многое. Можно улучшить аэродинамику. Ведь при скорости 60 обычный автомобиль тратит 30% энергии на сопротивление и разрушение окружающей среды, а при скорости 300 км в час 90%. То есть, представьте, 90% всей энергии, которую вырабатывает двигатель внутреннего сгорания, тратится на сопротивление и разрушение окружающей среды. Это можно изменить. Нужно лишь понять, что происходит. Когда автомобиль едет по дороге, он, во-первых, сталкивается с воздухом, пострадает аэродинамика и тормозит его. Есть экранный эффект, который притормаживает машину. Это между полотном сплошным и дном машины. И есть турбулентность. Сзади из-за неидеальной аэродинамики автотранспорта создается воздушная яма, так скажем, место с разряженным воздухом. Там, где мы только что были и передвинулись, там еще не успел найти, так скажем, дойти воздух и его стягивает со всех сторон и машину, получается, слегка тоже назад тянет. Ну, это если просто объяснять в двух словах. В итоге это все очень сильно занимает нашу энергию и энергию двигателя. То есть мы тратим топливо. Что же можно сделать? Можно сделать идеальную аэродинамику и поместить транспорт на другой уровень, что дает ей возможность строиться где угодно на планете. и смотрите, здесь рельсы, берельсовая трасса, у нее нету сплошного полотна. То есть снизу воздух протекает хорошо, нету экранного эффекта. Спереди из-за идеального носа, как горячий нож, масло разрезает воздух и не сталкивается с воздухом. И сзади нету, так скажем, ямы, а есть такой же нос, который дает воздуху плавно сойти и не создает большой турбулентности. Тем самым уменьшаем коэффициент аэродинамического сопротивления. Он получается в 16 раз лучше, чем у Bugatti Veyron, одной из самых быстрых спорткаров. Либо в 3 раза лучше, чем у действительно скоростных машин для достижения самых высоких скоростей. Это я говорю про первый уровень. Вот такая аэродинамика. То есть это гениальные решения, которые полностью меняют затраты. Способ использования ну и конечно же способ строительства, убирая огромное количество проблем и огромное количество лишнего. Ведь с помощью такого транспорта, настолько экологичного и настолько экономичного, вы сможете представить, 14 человек, автобус такой, передвижается со скоростью 100 км в час на расстояние 100 км и затрачивает всего полтора литра топлива, чуть-чуть больше. Но это же вообще очень мало. А если посмотрим на второй вариант справа, автомобилисты, у кого есть машины, точно поймут. Представьте, 5 человек в обычной машине, тут 6, плюс не один багаж, а в начале и в конце два багажных отделения, больших, и перемещаемся мы на 100 км и тратим 5,5 литров топлива. Вы скажете, ну это нормально для машины 5,5 литров, ну электричество, эквивалентно топлива, но здесь на одного человека больше два багажника. И еще это абсолютно экологично, экологически чисто, очень безопасно и со скоростью 500 км в час. 5,5 литров топлива, 6 человек, два огромных багажника. То есть эти возможности есть, существуют, проработаны, демонстрируются, испытываются уже сейчас и сертифицируются. И эти четыре проблемы огромных, особенно вот и последняя, которую я рассказал, как можно исправить, большой расход энергии, они серьезно сужают свои удавки в течение последних десятилетий. И мы их сейчас определили. Они же действительно касаются каждого. Каждый человек с ними сталкивается, каждый человек пользуется транспортными средствами и получает, как бы создает эти проблемы, получает негатив от этих проблем. Поэтому это касается каждого. И второе, что нужно понять, это могут изменить люди. Каждый теперь может это изменить. Ведь с последних 150 лет все делается 200 лет, все делается в общем целом системно, как-то с помощью государств, с помощью крупных корпораций, не с помощью народа. Ну и вот мы видим, в какое общество нас завело. Есть, конечно, и плюсы общие, но опять же, я считаю, это влияние человека, потому что народ выбирает огромное направление. Те, кто в себе взяли ответственность, чтобы выбирать в этой жизни и в этом мире. Но больших изменений каких-то не было, потому что действительно электротранспорт от нас скрывали. Ведь представьте, в 1900 году в Лондоне уже полицейские ездили на электроскутерах, а у нас сейчас якобы бум. 120 лет прошло. 120, даже не 20, 120. Как много людей об этом знают. Почему эти технологии настолько не распространены были? Огромный вопрос. Это огромное изучение. Сейчас не получится в полтора часа вписать такое количество информации, но вы точно понимаете, что есть о чем задуматься и есть что поизучать. Мы видим, что были изменения, были интересные решения, но они не оказались продуктивными. Они казались так же дорогостоящими. Используют много земли, землеотвод большой, много ресурсов планеты, много времени человека, человеческого ресурса, его времени, энергии, усилия для создания. Не дает сильно большой эффективности. То есть коэффициент полезного действия от перемещения не сильно увеличивается. Делали даже на магнитной подушке очень-очень скоростную трассу, но она просто нерентабельна. И очень-очень эксплуатация, чтобы я наездила с такой скоростью выше 500 километров в час, невозможно дорого, так скажем, чистить ее, чтобы нигде ни пылинки, ни камушка не было, чтобы она нормально, безопасно работала. Иначе вся безопасность уходит на ноль. То есть те варианты, которые сейчас были представлены, такие же, как, по моему мнению, и гиперлук. Гиперопасная штука. Просто если вы поизучаете способ передвижения, как они хотят это сделать. Хотя альтернатива у Юницкого уже давно, более 20 лет назад, даже, наверное, более 30, он рассказывал о том, как можно сделать перемещение в фар-вакууме более безопасное, рассчитанное на использование во всем мире, а не на частное, что будет по несколько тысяч или десятков тысяч стоит билет. И это до 1250 километров в час. 1250 километров в час стоит только лишь поинтересоваться всеми технологиями, потому что это сделал один ученый и те единомышленники, которые окружали его в течение жизни. И он понял, что самое важное и самое актуальное сейчас это изменить дорогу, изменить наш транспорт, самое земное, самое реальное, самое близкое для каждого человека. И это даст огромный запуск для следующего движения. Ведь посмотрите, чтобы сделать обычную дорогу, нам необходимо из точки А в точку Б убрать всю флору и фауру. Неважно по факту, что с ней будет, потому что мы видим, как строят дороги. С одной стороны заболоченные местности, с другой стороны засухи, перебивают грунтовые воды, подводные реки, мешают миграции животным. Это все транспорт первого уровня, который, как мы решили и поняли уже, не подходит нам. После этого в 10 слоев правильно нам необходимо все это дело уложить, трасса могла стоять долго и только потом мы можем поставить туда транспорт. И заметьте, это должна быть практически идеально ровная трасса, чтобы транспорт ходил хорошо и трасса была эффективна. Вот так это выглядит в реальности. Очень много ресурсов, очень много времени, очень много человеческого фактора. И какая эффективность? Либо представьте, как много энергии и сил нужно, чтобы проложить в скале вот так вот продолбить, взорвать, вычистить и проложить железнодорожный путь. Колоссальное количество энергии. Но это традиционные виды транспорта, то, что устоялось, то, что работает. Я вам сейчас говорил, там было 120 миллилитров топлива, эквивалентно электричеству нужно на перемещение, а сейчас в поезде примерно при такой же скорости будет около 10 литров на 100 километров на одного человека железная дорога. Это, по-моему, было 12 литров железная дорога 350 километров в час. Может, сейчас. Это было год, по-моему, назад или два года назад в Москве на выставке. Это больше не подходит. Сейчас идет огромное противостояние, потому что люди не хотят жить в мире, в котором им предлагают, потому что знают, что можно лучше. У всех есть интернет, люди общаются и коммуницируются, делятся информацией с сарафанным радио, гораздо более эффективно передают информацию, как мы сейчас, нежели через рекламу, телевизор или там на ютубе постоянная реклама, которая не дает покоя. Нет. Здесь, если нам нравится, мы с вами общаемся, я с удовольствием рассказываю, вы с удовольствием слушаете и спрашиваете. Если нам не нравится, мы либо меняем тему, либо расходимся. Это новый способ, экологичный, как передавать информацию, как развивать проекты. Так развиваются многие проекты народного финансирования. И наша компания, одна из тех компаний, которая сейчас дает возможность абсолютно любому человеку, в абсолютно любой стране мира, на любом континенте, на любом языке, в любое время творить созидательную деятельность, помогать развиваться экологическим технологиям, огромному фонду единомышленников, который делает этот мир лучше. И при этом зарабатывать без ограничений, получать вознаграждение за то, что вы делаете, за то, что вы приносите миру. Стоит только поизучать, как это работает. Либо свяжитесь со мной, я постараюсь ответить вам на вопросы, или больше объяснить, как вы можете использовать ту информацию, которую вы сейчас получаете на этой встрече. Мы очень сильны. Мы двигаемся, и мы уже 14 этап вершим, а останется только 15. с компанией SkyWorld Community абсолютно каждый человек может повлиять на свою жизнь, на жизнь планеты, на жизнь всего живого и обеспечить свою семью, как здесь и сейчас, так и в долгосрочной перспективе. Потому что застраивать будем всю планету. Будут огромные дивиденды, по моему мнению. Я это не обещаю и вас ни к чему не призываю. И кроме просьбы, я прошу вас изучить информацию чуть глубже. И найдя все аргументы, вы сможете со спокойной душой сделать собственный выбор. Насколько покасательной вы хотите пройти мимо этих технологий и возможностей, мимо краудинвестингов и того, что вы узнали, как люди сейчас создают огромные международные корпорации. При том, что у одних людей есть идеи, но нету средств. А у других людей есть средства, но нет идей. А у третьих людей есть время, но нет идеи и средств. И они объединяются, каждый дает то, что у него есть. Объединяются целые планеты с разных уголков Земли. Представьте, сейчас в Sky World Community 500 тысяч человек из более чем 200 стран и регионов мира в совокупности. Это же фантастика, как люди могут так объединяться. И вы можете стать частью этого. Стоит только изучить, зачем вам это. Поэтому мы объединились вместе и создаем транспортно-инфраструктурную отрасль по потенциалу, не уступающую таким отраслям, как авиационная, железнодорожная и автодорожная. Это слова генерального конструктора Skyway Анатолия Эдуардовича Янисского. Гениального ученого, который положил всю свою жизнь для создания наилучших технологий, для создания эко-мира, комплекса технологий, который сможет дать возможность всему живому, не только человеку, жить в гармонии и изобилии на планете Земля. Это не просто слова. Вам стоит только изучить. Потому что этот ученый уже получил премию мира в 2018 году в Братиславе, в Словакии за весь эко-мир. Не только за транспорт струнный, первый проект, который мы уже заканчиваем, а за все проекты и эко-дома, и эко-поселения, линейные города, гумус, восстановление почвы, экологические технологии, вынос вредной индустрии, техногенные сферы, ближний космос, энергиту и использование уже там всего пространства и использование всех ресурсов, которые есть для нашего человечества, для развития нашей планеты. Всю жизнь он проходил огромный путь, встречался с миллионами трудностей для того, чтобы сейчас предоставить для всех людей, для всей планеты. Этот уникальный транспорт. Сейчас перед вами реальные фотографии транспорта, который я лично трогал, лично обнимал, лично сидел в нем и лично катался на разных трассах. Это мне понравилось больше всего. Провисающее. Она больше всего разграничивает возможности понимания, что такое перемещение. Здесь уже 400 метров между опорами, дамы и господа. Любой ландшафт, озера, реки, какой-то овраг, дома, вы можете перемещаться на транспорте без изменения ландшафта. Вообще не внедряться, не тратить ни времени, ни энергию, ни огромное количество ресурсов, а пролетать над ней в полной экологии, в полной безопасности. Очень быстро и с удовольствием. Мы обережем мир животных таким транспортом, такой технологией. И Анатолий Юницкий старается максимально быстро развить его сейчас, чтобы запустить по всей планете. Мы эти трассы будем строить над землей, причем грани нету. Выдели даже иллюстрации в 150 метров вышка, такая Т-образная, на которой здесь несколько путей могут быть подвесные, навесные. Здесь несколько путей, они идут в разные направления. То есть разница уклона нам не важна, нам не нужно изменять ландшафт, нам нужно просто сделать промежуточную опору повыше либо пониже. Но вся нагрузка все равно ложится на сами струны, потому что это идеальный путь. Мы, конечно же, оттуда не упадем с этих струн, потому что у нас есть противосходная система и мотор-колесо, которое двигается по стальному рельсу, стальное колесо по стальному рельсу. То есть данный транспорт по заявлениям Анатолия Эдуардовича более чем в две тысячи раз безопасней, чем автотранспорт первого уровня по всем параметрам. Нет боковых столкновений, потому что все трассы на разных уровнях. Не может быть прямого столкновения сзади или спереди, потому что у них у всех встроены специальные датчики, машинное зрение и алгоритмы заложенные, чтобы они определенным образом передвигались. Если что-то происходит на трассе, они все реагируют, все меняют свои реакции и свое дальнейшее движение, дистанции и так далее. То есть транспорт наилучшего сорта, наилучших возможностей технологических, которые сейчас есть в 21 веке. И главное, что основывается это на пользе, эффективности и полному, хорошему, экологичному отношению к нашей планете. Ведь это лишь просто струны, вынесенные над землей и поставленные на анкерные опоры. Ну и какие-то промежуточные, если это необходимо. И это напряжение струн передано на земную кору. Нашей планете абсолютно ничего, а мы имеем ровный, крепкий, долговечный путь. Это один из видов. Их много, потому что много задач у человечества разный пассажиропоток, разный грузопоток, разный угол наклона. Поэтому есть разные рельсы, разные трассы, разный транспорт. Здесь, например, полужесткий рельс, струны, пучки струн предварительно натяженные, помещены внутрь. Вместе в корпусе рельса заполнен наполнитель. Специально наши инженеры создали для фиксирования струн, упрочнения стенок, консервации и шумопоглощения. И сделали его очень недорогим, но очень качественным. И сверху на корпус головка рельса, по которому двигается стальное колесо, с самым высоким коэффициентом полезного действия в перемещении, в движении колеса по чему-то. Три вида трасс, например, подобных для пассажироперевоза. Либо даже, например, средняя берельсовая ферма, то есть двойная, а тут может быть и подвесной, и навесной, и на такой может быть и многосоставные, пассажирские, как те, что сейчас в Арабских Эмиратах трасса строится и будет тестироваться, например, по 25 мест юнибусы, которые будут многосоставные, например, 200 пассажиров, 8 вагонов. И для большого пассажиропотока около 100 тысяч человек в час пассажиропоток сможет такая трасса удовлетворять. Это все рассчитываемо. Это я сейчас говорю уже о проектах, о официальных новостях, которые мы видим в СМИ, в Телеграме, в национальных СМИ, как американские, Объединенные Арабские Эмираты. Это уже серьезное заявление. То есть на таком уровне мы работаем. Ну и, конечно же, ничего не стоит на месте. Это испытывается, модернизируется. За последние годы было внесено так много хороших изменений, изменения составов металлов, другой способ устранения неполадок. Узнали гораздо больше нового. То есть мы испытываем, демонстрируем и главным образом сертифицируем всю технологию. То есть это главный пункт, зачем нужен краудинвестинг, народное финансирование. Сделать все необходимое, чтобы физически доказать, что технология работает и отвечает своим характеристикам. Все. Это разделено на 15 этапов. То есть нужно сделать это, это, построить такие трассы, такие транспорты, проехаться, посмотреть, как они работают, видоизменить их, если есть какие-то недочеты, и вот с готовым продуктом мы выходим. И сейчас мы уже на 14 этапе, 15-й последний, скоростной транспорт. А эти трассы, часть из них уже сертифицирована. И часть транспорта, которую вы видите перед собой, уже сертифицирована. И уже катало людей, более 7 тысяч человек. То есть мы на финальной стадии данного проекта. Кто бы что ни говорил. Как однажды сказал один человек, он говорит, на первых этапах лаяли, лаяли люди, что да, это вообще фантастика, как это возможно. Не будете ничего строить, ничего не продвинется. Продвинулись. На третьем этапе, говорит, не начнете вы ничего строить, только деньги соберут, начали строить. На пятом этапе в Мариной Горке, говорит, ну вот, землю купили, будут там дома, отдыха, и не будет никакого экотехнопарка. Начали строить трассы и анкерные опоры, причем и зимой, и летом, и днем, и ночью. Очень быстро, очень эффективно. На седьмом говорили, что он хорошо построит какие-то трассы, не будет здесь транспорта. Вагончики, начал ездить транспорт, начали его сертифицировать, увеличилась скорость, уже выше 100 км в час. И дальше все люди продолжали говорить, а мы двигаемся. Продолжают говорить, а мы на девятый этап. Продолжают говорить, что ничего не случилось, не получится, а мы на десятый этап. Потом в Smart City, Future City Show в Дубае, были на выставке, сразу семья подумала, одна из арабских. Это инновация, это должно произойти, в этом есть будущее. И сразу инвестировал 25 миллионов, и мы сразу с десятого на двенадцатый этап перепрыгнули. Потом тринадцатый этап, так же самое завершили. Сейчас на четырнадцатый перечислили. Сейчас уже самая последняя стадия четырнадцатого этапа. И остался пятнадцатый. Так что, как сказал этот человек, всегда так будет. Есть люди, которые понимают, есть люди, которые не понимают, есть люди, которые действуют, а есть тот, кто лает, а караваны делают. Я решил для себя, что как минимум я хочу внутри аргументами убедить себя, что я делаю, а что я не делаю, чтобы у меня была чистая совесть перед самим собой. Все ли я взвесил, насколько это было важно для меня, для мира, возможности, выгоды, какие проблемы могут от этого быть. И, честно говоря, с каждым днем, чем больше я взвешиваю, я понимаю, что взвешивать было нечего. Настолько огромное количество плюсов в создании этого, в поддержании этого, в совладении этого, в помощи в развитии и вознаграждении от этого. Огромное количество пользы. Стоит лишь только уделить немножко времени и поинтересоваться. Перед вами шесть транспортов. Вы видите четыре вида, пять видов трасс, которые уже полностью работают, сертифицированы и транспорты сертифицированы. То есть все рабочее. Сейчас только окончание. Понятно, что если мы будем передвигаться со скоростью 150 км в час, этого не будет достаточно. Поэтому нам нужно закончить 15-й этап, самый дорогостоящий, самый важный. 500 км в час перемещения. Уже транспорт есть. Уже и тестируется он. Необходима трасса. Необходимо просертифицировать передвижение транспорта и трассы. Эта трасса будет 25 км. 10 км разгон, 5 км движения и 10 км торможения. Это одна из важнейших частей, которую сейчас мы будем выполнять всем фондом. Так скажем, давать возможность Анатолию Эдуардовичу, давать ресурсы, отождественную энергию и нашу любовь для того, чтобы он закончил 14-й и 15-й этап с компанией Unisky String Technology. Наша инжиниринговая компания, которая занимается разработкой этой технологии. Это гениальный ученый, который попал в энциклопедию «Люди нашего тысячелетия» за свои заслуги. 100 выдающихся лидеров России. Потому что изобрел более 200 изобретений, написал более 20 монографий, несколько грантов в ООН. Огромные проекты, огромное человеческое добро он несет в этот мир в течение всей жизни и ни перед чем не останавливается. Я немножко изучил, когда его понял, что он гениален с самого детства. Он видел и чувствовал, что происходит с миром. Он видел и чувствовал эти проблемы еще в школе, эти проблемы с миром. Потому что жил какое-то время рядом с местом, где запускались ракеты и понимал, как меняется погода. Потом в какой-то момент после взрыва Чернобыльской АЭС как раз огромный клуб радиоактивного, так скажем, излучения упал прямо на деревню Круки. Именно ту деревню, где жил Юницкий Анатолий. Юницкой. Человек, который соединит с небом, транспорт вместе с небом. И он понимал эти проблемы и начал разрабатывать их решения. Поэтому вы видите сейчас действительно проработанный, самый актуальный, самый разумный способ перемещаться и перемещать грузы и других пассажиров по планете Земля. Технология, почти которая готова, которая необходима каждой стране, каждому человеку. И мы заручились поддержкой очень многих людей в разных странах. Это и юристы, это и военные, это и госслужащие, это и дипломаты, это и обычные строители, и инженеры, и высококлассные специалисты разных областей, которые видят, могут попробовать изучить, могут попробовать проверить. И в итоге, с кем я не встречался, кто глубоко изучал этот проект, они говорят, что все чисто, все патенты хорошие, все, что делается, действительно заявлено. Юницкий действительно настолько уникальный ученый и действительно так много создал. Общаясь все больше и больше с единомышленниками и изучая его труды и его жизнь, и особенно технологии эко-мира, то есть что будет после SkyWay, ведь это лишь первый маленький шаг. Это фантастика, это будущее наяву, которое мы могли уже сделать, если бы народное финансирование существовало лет на 30-40 раньше, но оно существует именно сейчас, и наши возможности есть уже сейчас. И перед вами уже готовый транспорт, закрывающая технология, которая освобождает человека от занятия транспортом. Несколько человек могут сотнями транспортных средств управлять, просто как модераторы, так скажем, следить, чтобы все было нормально, ведь это разумная машина с искусственным интеллектом, 250 датчиков внутри для нашего комфорта, и чтобы все было абсолютно учтено и работало. Машинное зрение, полное определение того, что происходит снаружи, связь каждого транспорта, с каждым, как единый район, они будут перемещаться в городе, в стране, на планете, без человеческого фактора. Максимально безопасно поддерживают друг друга. Каждый транспорт может подвинуть друг друга до места ремонта либо до следующей станции, могут состыковаться. То есть это уникальная, гибкая система с абсолютно разными возможностями и плавными решениями, которые мы уже создали. И не то, что показали, как транспорт. У нас есть все. И люди, которые это делают, и производство, и транспорты, и экотехнопарки. И уже доказанные, сертифицированные, так скажем, модели и трассы, доказанные цифры, то, ради чего был сделан краудинвестинг. То есть мы доказываем, что наши характеристики действительно соответствуют тому, что заявил Анатолий Эдуардович Низкий. И что показывает, что это самый разумный транспорт на планете. И он необходим и возможен для использования во всех странах. Мы видим, что сейчас есть разные варианты использования, даже новых, но есть минусы, их нужно осознавать. Там, даже если экологически дружелюбны, то безопасность ниже, либо хромает. везде нужна прямая земля, и это на первом уровне, и это очень дорогостоящее, и это очень проблемно. А у нас нет лимитов. Мы можем строиться где угодно. Тем более, в некоторых трассах можно использовать три инфраструктуры. Не только транспортную, но еще и энергетическую, электричество передавать, и информационную, интернет. При том, что мы можем строиться где угодно, в любом направлении, в любой температуре, на любой местности, туда, куда мы сейчас даже не можем добраться, можно будет строить целые города, потому что у человека будет абсолютно все с приходом туда струнных транспортных систем. И те места, которые сейчас как разработки, например, с помощью железной дороги или автотранспорта, очень-очень тяжело вырабатываются. Можно бы сделать такое экологичное и эффективное производство. Стоит только поизучать работы Анатолия Эдуардовича. Он все эти аспекты разложил в деталях. Просто честно, дамы и господа, за полтора часа невозможно пересказать вам всю эту информацию. Хотя очень хотелось бы. Жалко, что нельзя так подключиться и быстрее передать все, что я видел, все выставки в мире, на которых я был, всех единомышленников, которые с нами работают, грандиозные люди, которые уже по экологии десятками лет работают. То есть передать бы вам все, что я видел и чувствовал. Само ощущение, когда ты отпрощаешься с Юницким, его видения и знания, они льются, они передаются прям. он созидает эту планету, созидает этот мир, созидает эту жизнь, создает и делает так, чтобы она процветала. И это будет одно из наших перемещений, перемещение в фарвакууме до 1200 км в час. Это было до 1250 км в час. Но не суть, это больше тысячи. И это возможно будет, например, один из проектов он предлагал соединить Европу с Северной Америкой. И это все возможно. Стоит только вам поинтересоваться. А на данный момент мы уже сделали много пассажирского транспорта. Причем 6 лет назад или 4 года назад этого транспорта не было в реальности, он не существовал. А сейчас на нем уже катаются люди, он сертифицированный. На его подобии с легкими усовершенствами либо даже такие же уже разрабатываются для первых адресных проектов. В смысле, как было сказано в статье в официальный, уже строятся для первых адресных проектов. И то, что вы видите сейчас, слева, это фотографии. Честно говорю, дамы и господа, каждый из этих транспортов видел, каждый из этих транспортов трогал собственными руками вот этими. На 5 из них ездил, на некоторых 2 раза. Это работает. Мы летаем экологически чисто над землей. И сделали это народом, собственными руками, можно сказать. И каждый может стать частью этого. А презентацию я веду именно по этой технологии, потому что мы не закончили, а я понимаю, чем лучше, а чем быстрее мы закончим, тем лучше. Поэтому, если кто-то еще узрит в этом такую же пользу и решит, что часть его времени, энергии достойна уделить такому важному делу, то мы закончим это быстрее. На минуту, на час, на день или на месяц, а может на год. Ведь каждый человек, кто так подумал, мы могли закончить и в 30-м году, 14-й этап, и перейти только на 15-й, а мы уже заканчиваем в 21-м. Поэтому, дамы и господа, от каждого из нас зависит, верьте в это, от каждого из нас зависит, что происходит с миром. Эти более 12-ти транспортов мы сделали за 5 лет. За 5 лет делают один новый вид транспорта или там, например, пикапы. Это стоит несколько миллиардов и могут 5 лет от начала разработки до внедрения. А мы за 5 лет меньше, чем за полмиллиарда сделали 12 видов транспорта в железе работающего, а не один. 12. Всего 16. Еще в 3D-моделировании полностью готовы, но сейчас разрабатываются больше те, которые уже адресные проекты, уже есть люди, которые ждут. Причем государства, которые ждут. которые изначально нам сказали нам не обязательно, чтобы вы заканчивали весь свой краудинвестинг. Покажите нам хотя бы то, что у вас готово уже сертифицировано, что это работает у нас в тропическом климате и мы продолжим с вами сотрудничать уже сразу. И так все и произошло, дамы и господа. Потому что мы старались так скажем заехать в каждую страну и оставить весточку в каждом регионе о том, что есть такая инновация. Были на 18 международных выставках. Более 40 делегаций приехало за последние 3 года в Экотехнопарк и в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы посмотреть, как это действует, прокатиться, увидеть, что это будущее реально уже прямо сейчас, уже вчера. А завтра, то, что нам еще сегодня не сказали, завтра у нас уже будут новые адресные проекты. Полное производство окончания 15 этапа и строительство по всему миру с расширением. на Берлин и на Транс это крупнейшая транспортная мировая выставка, где приехало в 2018 году 160 тысяч человек. Из 183, точнее, на территории в 183 тысячи квадратных метров стоят 3000 стендов. Все инновации в транспортной отрасли. Со всего мира с каждой страны приезжают люди с разных корпораций, чтобы увидеть лучшее и перенять этот опыт для себя. И самый или один из самых, хотя я бы сказал самый, потому что я таких инноваций там не видел. Я был там, работал как репортер, старался максимум другим людям передать информацию о том, что это такое и как в этом участвовать, как это помочь, ускорить. и действительно, 25 делегаций было из 18 стран, все были у нас. В соседнем, вот швейцарская компания, представляющая передвигающиеся вагоны, наверное, как на канатной дороге, даже у них пусто, и они смотрят постоянно, и заходили даже к нам, изучали, что к чему. Постоянный аншлаг. Я был на всей территории, то есть там внутри автобусы ходят, чтобы перемещаться в несколько этажей с огромными парками, фудкортами, местом для отдыха, и это все огромная часть Берлина. Самая крупная мировая выставка транспортная, и мы действительно были одни из самых лучших. Больше всего заинтересовывали весь мир. Поэтому и для вас, и для вас, наверное, после всего того, что вы увидели, вы понимаете, что этот процесс запущен, он идет, он идет успешно, и сертификация всего вот этого уже на 14-м этапе. Огромное количество патентов, сертификатов на разные товарные знаки, изобретения во многих странах мира. Юницкий двигается очень-очень большими шагами. Вы можете позвонить больше на www.unitsky.engineer. Вы там увидите больше про сертификаты и общую работу Анатолия Эдуардовича, либо на сайт, который уже представляет как продукт нашу технологию. www.unitsky.com Вот когда вы хотите зайти и купить себе машину, например, или вы мэр города и хотите купить себе новую ветвь метро, вот вы можете зайти на Unitsky, или у вас корпорация, или маленький домик отдыха с несколькими озерами, и вы хотите быстро добираться на легкой провисающей структуре, вы можете все это найти на unitsky.com И для вас более 700 высококлассных работников, находящихся в разных офисах мира, работающих на передовых компьютерах с современным железом, работающих с передовым программным обеспечением, как 3D Experience от Desalt-Alta или прочие программы, которые, так скажем, на самом высшем уровне дают сейчас возможность разрабатывать, строить, проектировать, создавать и реализовывать услуги и продукты для нашего мира. Эти люди постоянно повышают квалификацию, работают на самом передовом производстве, которое сейчас можно представить, потому что это новая транспортная отрасль, которая еще никогда не существовала. У нас новые, так скажем, площади для работы, огромное офисное здание в 10 тысяч квадратных метрах, где около 80 конструкторских бюро, все расширяется, масштабы расширяются, команда сплочается, и мы уже готовы делать адресные проекты. Точнее, они уже делаются, если смотреть последние вебинары и слушать последние новости наших членов правления и Дарьи Козлова из канала SkyWorld Community. И мы можем уже их реализовывать, потому что у нас три завода, уже три завода, частью, так скажем, совладельцами которого являюсь я и все другие люди, которые поддержали этот проект. Три завода, на которых делаются путевые структуры, сам транспорт, и оснащены они по передовому слову технику. Три 3D-принтера, лазерные резки, гибкие, очень много передового. Можно делать космическую промышленность. Некоторые станки стоят по полмиллиона долларов, 500 тысяч долларов. И это все для создания надземного транспорта. Потому что эта машина перед вами, она не проще ни по аэродинамике, ни по своей капитации, чем самолет. И, конечно же, для того, чтобы все это сделать, нам необходим был полигон. Где все это построить, где все это продемонстрировать, испытать и просертифицировать. И посмотрите, как это выглядит сейчас. В 2019 году там уже двигалось так много, мы уже катались. В 2020 году так же было фантастически, потому что мы видим, как перед нами расцветает Эдемский сад. Рядом идет стройка, рядом двигается транспорт, и все абсолютно чистое, насколько это возможно. То есть технология и биосфера, техногенная сфера и биосфера, они в содружестве живут. Они помогают друг другу, не мешают, не убивают друг друга. И так можно жить, вы забыли. Там же уже и эко-дома. То, что мы видели на Экофесте онлайн, потому что не могли из-за карантина попасть в прошлом году, мы уже увидели испытательный центр новый, где мотор-колеса испытываются на прокрутке на миллионы километров и на разные скорости и разные разворотные круги. Все модернизируется, улучшается. То есть это экологический эко-техно-парк, технологический парк, в котором будут дальше двигаться разные технологии. Там и агротехнологии, и связанные с эко-домами, то есть и с гумусом. Это лишь начало, дамы и господа. Вы даете начало, каждое ваше внимание и немножко вложенная энергия просто в изучение, даже не поддерживая, просто за то, что вы знаете и создаете это поле на планете, знание, что это важно, это есть и это нужно. В какой-то момент люди придут, как пришли когда-то к использованию мобильного телефона, и сейчас не хотят возвращаться снова к кнопочному или дисковому, который стоит именно в коридоре, никуда с ним не пойти. Эта эволюция, она произойдет сама собой. Просто мы можем не сопротивляться, как минимум не мешать. А если изучить больше, еще и получить огромное количество пользы. Если вы хотите узнать побольше, то вы сможете посмотреть на ютубе EcoFest 2020 онлайн. Либо коротких четыре видео, либо одно длинное, потому что это было целое мероприятие, куда подключились более 50 тысяч человек, видели его. И все передовые самые новости, как и каждый год, от компании и от Анатолия Эдуардовича, для всех желающих партнеров, инвесторов представлялась информация, что произошло за год, как мы справились, с чем столкнулись, какие трудности, какие победы, какие успехи и какое направление на будущее. Скоро будет уже новый EcoFest в Объединенных Арабских Эмиратах, скорее всего, как раз там же, где и будет Экспо 2020. Так что поинтересуйтесь, пожалуйста, Экспо 2021, прошу прощения. Так что поинтересуйтесь EcoFest онлайн и вы узнаете очень много нового, самой последней информации за последний год, получается, за последних два года, что происходит с этой технологией. Также хотел бы сразу вам сказать, насколько велик проект сегодня. Это еще от февраля, но очень удобно именно говорить таким образом, потому что это даст вам возможность поизучать и найти эти адресные проекты, эту информацию сейчас и увидеть, насколько это мощно. Ведь уже есть трассы и на несколько километров, и на 25 километров, и на 850 километров, и в общем целом уже около 2000 километров адресных проектов, то есть действительно, которые в разработке маршруты, либо которые уже строятся, потому что сейчас, раз их представили, значит, проектные работы, разработки, они прошли уже или идут еще, но это началось уже давно, просто как и во всех крупных компаниях, корпорациях, сначала делают, потом говорят, для безопасности. Также хотел бы отметить для вас, что здесь отмечает Владимир Маслов проекты в Объединенных Арабских Эмиратах, в Эстонии, во Вьетнаме, в Финляндии, в Российской Федерации, в Словакии, в Кении, в Нигерии, и это еще не все. И очень, кстати, во Вьетнаме сейчас огромное движение, тоже очень рекомендую посмотреть хотя бы новости, потому что была встреча даже с самим президентом Вьетнама, и обговаривались уже и возможности, и адресные проекты, и даже экопоселения, экогорода, потому что у них линейное строение страны, и скоростной транспорт очень подходит, и линейные города туда очень подходят. Вьетнам потрясающе помогает целой страной, потому что у них есть возможность, есть организация, с помощью которой они могут передавать полезную и важную информацию, и поэтому работа по передаче информации, она абсолютно свободна, желанна, легальна, и ее можно делать, не во всех странах так, не во всех странах можно спокойно разговаривать и доносить о подобных проектах, потому что они не входят в традиционный уклад экономики страны или юриспруденции страны, хотя что важно, оставить традицию, либо посмотреть, где-то нужно что-то пересмотреть, эволюция же двигается, или рисковать и просто не давать фантастически важным и нужным проектам реализовываться, только из-за того, что есть там какие-то законы, которые не подходят пока, потому что они устарели, не просто они не важны, они устарели, но в мире все больше прогресса и мы видим по нашим интервью, по последним видео, по СМИ, как сильные стороны увеличиваются, как слабости исчезают и тают, как опасности и риски тают и исчезают, и как увеличиваются возможности, о которых, когда я узнал на шестом этапе из пятнадцати об этом проекте в шестнадцатом году, я не думал, что это будет настолько грандиозно, я не понимал еще, насколько быстро это будет, но я не думал, что мы делаем такое важное дело, не думал, что так получится действительно, и тем более тогда не знал, что будет такое сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами. именно в направлении экологических технологий, инновационного прорыва, а они очень в этом заинтересованы. Так что, дамы и господа, вам стоит только поинтересоваться, и вы можете даже поехать в Белоруссию, когда будет такая возможность по нашим границам и карантинам, и сами увидеть это, сами почувствовать, как это все работает, потому что там собирается, уже собрались десятки тысяч человек за эти годы и увидели и услышали, что происходит с данной технологией. Это все перед вами, это все работает, это все сделано руками обычных людей, обычных, простых людей, таких, как я. Но я очень хочу сделать этот мир лучше, и я вам того желаю. А чтобы еще больше хотелось узнать, поучаствовать и ускориться в изучении, чтобы набрать для себя аргументы, скажу, что в Объединенных Арабских Эмиратах вот здесь вот эта часть и где стоит наш центр струнного транспорта, это самый фасад SRTi Park, как Силиконовая долина в Калифорнии, либо Сколково в России, самые технологии, самые новые, передовое собирается, делается в продукт, услугу и распространяется по миру. Так вот, здесь должны были быть другие компании, но когда правитель Шарджи узнал, и не только Шарджи, а и SRTi Park, что это за технология, они сказали, мы хотим видеть это прямо на фасаде, чтобы это будущее прямо здесь и сейчас уже было, прямо напротив американского университета в Шарджи, 50 тысяч студентов. Он говорит, это действительно инновация, мы видим, что это работает и хотим развивать это дальше. Кстати, у нас будет кафедра в этом университете специально по Skyway, можно будет на легком транспорте переместиться и уже сразу на опытном производстве работать в Research and Developing центре струнного транспорта. Мы здесь, главный правитель Шарджи, он является ученым и защитил две докторских диссертации и, скорее всего, понимает, куда ведет данная технология и другие технологии иниверситета, потому что, как оказалось, более с 2000 года Анатолий Эдуардович уже ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами на разработку разных проектов и даже линейных городов. Если вы в Гугле напишите Объединенные Арабские Эмираты, Юницкий Анатолий, Skyway, линейный город, 2015 год, вам выдаст PDF-файл, то есть это самое-самое начало еще нашего транспортного проекта, а он уже общался на тему линейных городов, то есть до которых мы еще будем идти несколько лет, я думаю, именно до развития этого, до этих проектов. Поэтому, дамы и господа, этот рай осуществляется, он уже работает. Я думал, они будут строить долго, а оказалось, когда мы приехали туда на огромное обучение, работать вместе, я был ответственный за оздоровление и для того, чтобы люди были с утра готовы после дыхательных практик и зарядки, были готовы учиться, как коммуницировать между собой, как люди с разным менталитетом. 100 человек из 18 стран дошли до конца курса, больше чем год. Как работать сообща, как договариваться совместно, как передоговариваться, как сделать так, чтобы все работало, как создать что-то большее, чем только мы, как создать что-то действительно великое и полезное. И не только для какого-то круга людей или для какой-то страны или континента, а для всего живого на планете, для всего человечества. Анатолий Эдуардович рассказал нам там в 2019 году об этой стране, о том, насколько они намерены работать с нами. И сидя на этих шезлонгах и работая там со своими коллегами, глядя на Дубай и Марину, я понимал, что это действительно та страна, которая не даст никакой коррупции, никому отобрать инновацию, отобрать лучшее, повысить настолько качество жизни хотя бы их страны, но, скорее всего, поскольку это огромный бизнес и всего мира, так же, как и люди, которые альтруисты, точно используют данные технологии для того, чтобы улучшать мир. Поэтому стоит только поизучать, как нас представляли на Всемирном правительственном саммите в 2019 году, в феврале, где собрались представители более 140 стран и решали не локальные вопросы, а глобальные. И одна из транспортных инноваций экологических, которых было всего две, это был наш транспорт. И нас представляли высокие чины Объединенных Арабских Эмиратов, потому что это действительно прорыв. И у нас появился адресный проект Дубай-Марина в бизнес-центре мира, если можно так сказать. И там будет 15 километров, 21 станция, прям сквозь эти высотки, никак их получается не затрагивая и не ухудшая, а давая новую мобильность для Объединенных Арабских Эмиратов и этого бизнес-центра. Вот так это приблизительно будет выглядеть. А это реальные фотографии из Шарджи. Трассы, которые вы видели на нескольких фотографиях назад, еще без натянутой структуры, без струн, а сейчас это транспорт, который уже возит пассажиров, репортеров со всего мира, которые приезжают в Research and Development Center в Шарджи. Мы уже представили это правителю Шарджи и получили зеленый свет, потому что доказали, что наши технологии могут работать в тропическом климате, где постоянный вездесущий песок, где огромные температурные искажения ночью и днем, и очень много солей в воздухе, что разъедает конструкции. Мы показали, что мы можем сделать. И это 2018 год был, а это сейчас. Все строится, уже строятся четыре трассы, то есть уже идут дальнейшие разработки на многопассажирские перевозки с огромным пассажиропотоком в 100 тысяч человек в час, по 25 мест транспортное средство и составные в 200 человек, по 8, например, транспортных средств. Таким способом люди могут перемещаться даже в мультимиллионников, не создавая пробок, разгружая их и двигаясь в полной безопасности и экологии. Эта трасса будет 2,5 километра, как и еще одна. 2,5 километра для перемещения грузовых транспортных средств, которые могут быть контейнеры до 12 метров, я уточнил этот вопрос, 20-40 футовые, весом 35 тонн и 15 тонн транспортное средство. То есть таким способом мы сможем перенять всю транспортную нагрузку на планете. Мы сможем взять все передвижение грузоперевозок через какое-то время и все перемещение пассажирам. Это действительно реально. И это можно сделать очень разумно. Так, что наши ресурсы человеческие освободятся, потому что у нас будет стабильная система, закрывающая технология, которая уже сейчас показывает, что более чем в 10 раз, а то и в 15 будет выгоднее перевозить грузы. В 15 раз. Представьте, как изменится цена, которую мы платим за эти грузы. И эти испытания идут в полную. Вот так несколько человек могут управлять сотнями транспортных средств. Сейчас они, конечно же, тестируются, демонстрируются, испытываются, добавляются, прорабатываются программы, прорабатываются все. И железо, и, так скажем, и способы управления. Но и также и четвертая трасса уже, так скажем, строится, пробуется в новых исполнениях, 2 километра 400 метров, уже, так скажем, полностью похожа на первый адресных проект. И, конечно же, наше представление на Экофест 2020, которое пройдет в 2021 году, сейчас, начиная с октября, если не ошибаюсь, по март или по апрель. Вот там же мы представим уже готовые рабочие решения. Посмотрите, как это выглядит. Это же фантастика. Но это фантастика уже сейчас реально. И множество делегаций, несмотря на карантин, приезжают в Экотехнопарк, приезжают в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы увидеть лично, как развивается наша технология. Перед вами первый деревянный дом по нашим технологиям, которое было разрешено построить в Объединенных Арабских Эмиратах. По-другому нельзя было. И транспорт. Мы видим, как он ездит. Мы видим, как он работает и как он совершенствуется. Мы создаем самый инновационный на данный момент, надземный, разумно надземный, почти самый скоростной, нужно будет только немножко времени, и будет 1200 километров в час, самый безопасный уже сейчас, самый экономичный уже сейчас, самый легко интегрируемый, уже сейчас, и самый экологически чистый, уже сейчас. Дамы и господа, мы закончим 15 этапа, буквально в первые годы сделаем такой взрыв пользы для нашей планеты, что действительно это будет самый эффективный транспорт за всю историю человечества, который даст нам неограниченные возможности. и сейчас у каждого человека с помощью договора конвертируемого займа, то есть мы кредитуем компанию, мы даем ей свои средства для того, чтобы она реализовывалась, и по договору конвертирования займа после этого решаем, если хотим, можем стать совладельцами данной технологии, данной компании. Эта возможность есть для каждого, стоит только поизучать. И таким способом создалось все то, что вы видели, все то, что вы услышали. Столько транспорта, столько трасс, столько важного, что действительно изменит облик нашей планеты. Представьте, как изменится наша жизнь, когда на каждой улице станет на одну полосу меньше, просто из-за ненужности, или вообще уберутся. Когда мы в городах сможем дышать чистой грудью, и выращивать плоды, овощи, фрукты прямо в городе, прямо возле своего дома. Срывать его, понимать, что рядом нету ни заводу, ни автотранспорта, двигателя внутреннего сгорания, и спокойно есть сочный плод, понимаешь, что ты в полной экологии. Быстро добираться, куда тебе необходимо, и не застраиваться в огромные муравейники. То есть не плодить урбанизацию, не развивать ее, а быть ближе к природе, раз такая возможность существует. А вопрос еще. Хотели бы платить за то, чтобы передвигаться в таком транспорте, или хотели бы получать деньги за то, что люди передвигаются в таком транспорте? Я выбрал второе. Я хочу быть частью этого, я хочу это быстрее развить, я хочу, чтобы у всей планеты, у всего живого было будущее, и никогда не настала точка невозврата. Ну и, конечно же, с удовольствием буду получать прибыли, дивиденды и огромную капитализацию от совладения данной технологии, либо подобных других. Это лишь просто самое важное, по моему мнению, после изучения четырех лет. Дамы и господа, наши технологические уклады растут, и сейчас мы стоим на пороге. У нас все быстро в пятом технологическом укладе, с появлением интернета, гаджетов и виртуальной реальности. Деньги за секунды с помощью подписываем документы отпечатком пальца на своем телефоне в другой стране, созваниваемся с другим континентом по видеосвязи и видим человека, у нас ночь, там день. То есть все делаем быстро. Единственное, что мы делаем медленно, это перемещаем грузы и пассажиры. Это те компании, которые создали пятый технологический уклад. Точнее, они включились и стали самыми мощными. С помощью этих компаний мы знаем мир таким, какой он есть сегодня. Было много информации и двое ребят с помощью 100 тысяч долларов сделали компанию, которая научилась этой информации работать. Сейчас это самый посещаемый в мире сайт. И 10 долларов маленький кусочек, который раньше стоил какой-то маленький кусочек компании, сейчас за 16 лет вырос в 100 тысяч долларов. Тот же самый кусочек. Это капитализация, дамы и господа. И каждый год, пока вы его не продаете, вы получаете дивиденды, прибыль от реализации компании. А в Apple вообще за 38 лет 8 долларов превратилось в 550 тысяч. А это просто было необходимо людям. Хотя один из них, который серьезно понимал в этом, отказался через две недели, потому что мог потерять все свое имущество. Другие два создателя не могли потерять, потому что у них ничего на тот момент не было. То есть даже он понимал и все равно отказался. Другие люди ничего не понимали в этой сфере, потому что это еще было не распространено, но тем не менее они сделали это. Они понимали, что это важно и они запустили это. Так же, как и хозяин компании Alibaba группы. Он сделал то же самое. Он понимал, что это важно и что это нужно и сделал это. А сейчас те 100 долларов 18 лет назад, которые были в его компании, каждый из 100 долларов теперь стоит под 2 миллиона долларов. И это историческая статистика. Капитализация из 100 долларов за 18 лет в миллион 782 с половиной тысячи. То есть не в 5 раз, не в 25 раз, не в 825 раз, не в 7825 раз, а в 17825 раз увеличилась инвестиция человека, который мог иметь 100 долларов. Только это прошлое, дамы и господа. Но подумайте, вы бы хотели иметь хотя бы 1 доллар в этих компаниях? Или хотя бы 10 долларов? Если бы знали так много. Но, опять же, тяжело за 18 или 30 лет удержать и не вынимать ничего. А если это несколько тысяч долларов, то можно и в будущем очень серьезно иметь, так скажем, финансовый плацдарм. И во время роста компании получать и, так скажем, реализовывать эту капитализацию, получая огромные прибыли от своих разумных заранее продуманных действий, я уверен, что вы бы сказали, да, хотел бы я или хотела бы я иметь хотя бы 10 долларов в этих компаниях столько лет назад, чтобы сейчас иметь вот столько. Так вот, дамы и господа, сейчас мы стоим перед такой же компанией, только она гораздо больше, потому что транспортная инфраструктура больше, чем все предыдущие вместе взятые. Это самая дорогостоящая инфраструктура в мире и самая коррумпированная. Но мы сейчас уже ничего не боимся. Мы сейчас уже заканчиваем 14 этап и останется только 15. Перед вами стоит технология, которая полностью изменит мир, который меняет его уже сейчас и даст возможность гениальному ученому и его единомышленникам полмиллиона человек с огромным фондом продолжать следующую его технологию. Хотите ли вы быть частью этого? Хотите ли вы помочь планете? Компания SkyWorld Community дает такие возможности, объясняет все от и до, имеет собственный сайт new.skyway.capital, в котором вы можете узнать всю информацию, но лучше обратитесь к людям, которые вас сюда пригласили, либо конкретно лично ко мне, Артем Курбанов, Артем Скурбанов, например, на Фейсбуке. И я постараюсь объяснить вам то, чего вам не хватило, ту сферу, которую вы недопоняли, либо чего-то действительно, чего не хватает в том, о чем мы сегодня поговорили, для конкретно вашего решения изучить дальше, чтобы набрать количество аргументов и со спокойной совестью принять свое решение, пройти мимо или, как я сейчас назову это, потому что так считаю, стать частью эволюции всего человечества. Каждый человек на любом континенте, в любой стране может с компанией Sky World Community сделать этот мир лучше, зарабатывать огромные средства, получать огромные вознаграждения, делать огромное благо для этого мира и жить созидательно счастливой жизнью. Пятнадцатый этап не забирали, но он так же важен, как и первый, третий, пятый и так далее. И каждый из вас также важен, потому что мы скорее, закончу пятнадцатый этап, скорее начнем следующие проекты. И у нас будут в общем доступности для людей экодома с озеленяемыми крышами и выращиванием продуктов питания, линейные города, полная экология, экологические кластеры, где есть все для проживания и развития человека, полная экология, супер транспорт, который в 20-25 миллионов километров дорог можно построить за 21 век и сделать этот мир действительно чистым, быстрым и очень безопасным. А далее выходить в космос, выходить в ближний космос, убирать техногенные вредоносные производства, вредоносные технологии за наш дом, не в биосферу, вне биосферы, там, где нет понятия экология, там, где не живет все живое на поверхности планеты Земля. И эти технологии тоже есть и ждут нас. Эти народные финансирования, как проекты, они уже готовы. Необходимо лишь только скорее завершить 15 этап. Так что мы ждем ваших вопросов, мы ждем вашего присутствия, вашей вовлеченности в жизнь мира. Это касается каждого. И каждый теперь может коснуться этого. Как говорит Анатолий Эдуардович, мы взяли, мы получили эту планету не в наследство от наших родителей. Мы взяли ее взаймы у наших детей. Поэтому, пожалуйста, любите друг друга, берегите друг друга, берегите себя, берегите наш дом, берегите нашу планету, берегите свое время и как можно больше улыбайтесь. Благодарю вас за внимание. С вами была компания SkyWorld Community и Артем Курбанов. Улыбок вам желаю океана как от других людей, так и своих собственных. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok